Десногорцы Инспекторы ГИБДД зафиксировали факт дачи взятки. Соревнования по мини-футболу среди школьников. У меня как раз сломался этот глюкометр. А чтобы купить его, мы пенсия одна, и все, мы же старые люди. Росатом окажет помощь ветеранам. А сейчас об этих и других событиях подробнее. В областном центре начала работу Всероссийская научная конференция, посвященная вопросам древнерусской истории и литературы до монгольского периода. На форуме смолянам расскажут о смоленском святом преподобном Аврамии. В рамках конференции, которая продлится до конца недели, пройдут не только научные прения, но и публичные лекции ведущих российских ученых, на которых могут присутствовать все желающие. 19 сентября представители Общественного совета и сотрудники Управления МВД России по Смоленской области узнали мнение десногорцев о работе полиции. В МВД России придается большое значение работе по изучению общественного мнения. Согласно закону о полиции, мнение граждан является сегодня одним из основных критериев оценки деятельности органов внутренних дел. С целью дальнейшего мониторника, чтобы узнать в целом, каким образом реагирует полиция на проблемы всей области. Вместе с представителями Общественного совета сотрудники Управления МВД в сопровождении участковых прошлись по улицам Десногорска и предложили встречным прохожим ответить на три вопроса социальной анкеты. Полученные в ходе исследования результаты будут проанализированы и учтены при принятии руководством Министерства внутренних дел решений по повышению эффективности работы полиции. Проект закона о региональной медали «Патриот Смоленщины» внесен в областную Думу губернатором. Законопроект уже одобрил Думский комитет по законности и правопорядку. Аналогичные награды есть в некоторых регионах. Этот почетный знак будет способствовать гражданско-правовому воспитанию смолян. В Новодугинском районе задержан подозреваемый в даче взятки сотруднику ГИБДД. Автомобиль жителя Ленинградской области сотрудники ДПС остановили в ходе проведения профилактической операции. По внешним признакам водитель был пьян. Юлите придумывать себе оправдание водитель автомобиля не стал. Вместо этого он просто сразу предложил патрульным деньги. Несколько раз, честно предупредив водителя об уголовной ответственности за дачу взятки, полицейские оформили протокол и доставили подозреваемого в отдел. Из простого пьяного водителя он превратился в подозреваемого в совершении уголовного преступления. В настоящее время дознавателям пункта полиции по Новодугинскому району межмуниципального отдела МВД России Гагаринский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Мелкое взяточничество». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, – это лишение свободы на срок до одного года. 27 немецких подростков приехали в Смоленск из Хагена по программе образовательного обмена, которая существует уже более 20 лет. Ребята пробудут в городе 8 дней, будут заниматься изучением русского языка, познакомиться с основными достопримечательностями Смоленска, а также увидят работу нескольких предприятий. Основная цель подобных международных обменов – формирование объективного мнения об истории другого государства. Вот уже третий год в Десногорске среди школ проходит турнир по мини-футболу на траве, посвященный Дню освобождения Смоленщины. Мы побывали на одном из этапов соревнований и попробовали узнать, чем же так привлекает этот вид спорта наших детей. В турнире принимают участие школьники 2001-2006 годов рождения в трех возрастных категориях. Основная цель – развитие и пропаганда футбола среди школьников. Ну и, конечно, в преддверии годовщины Смоленской операции 1943 года – это патриотическое воспитание молодежи. Ребята с большим удовольствием принимают участие в соревнованиях. Многие – уже не первый год. Мне нравится этот вид спорта, поэтому я и принимаю участие в этом турнире. Собрать и подготовить команду – это кропотливый труд. Чтобы ребята сыгрались, нужны ежедневные тренировки. Учителя физкультуры школ нашего города, они же тренеры, такой возможности не имеют. Но каждый из них верит в победу своей команды. Когда у нас проходят такие турниры, собрать, допустим, команду за считанных 2-3 дня – сложновато, да, трудно. Но их желание преодолевает это все. Мы собираемся и, выходя и выигрывая, получая победу, мы удовлетворяемся. Я горжусь ребятами с первой школы. Все они трудоголики, занимаются на тренировках, тренируются и любят спорт. Футбол – самый массовый и популярный вид спорта в мире. Его любят от мала до велика вне зависимости от пола. Миллионы мальчишек по всему миру мечтают быть похожими на своих кумиров и стать профессиональными футболистами. Я прихожу на эти соревнования, чтобы набраться больше опыта и связать свою жизнь с футболом. Среди юных Роналду и Месси Десногорска есть и девочки. Правда, пока, к сожалению, только в одном лице. Валерия Прокопец уже три года занимается в футбольной секции. Имеет хорошие результаты и ничем не уступает мальчишкам. Конечно, она не мечтает о карьере профессиональной футболистки. Но и бросать это занятие она тоже не собирается. Почему именно футбол? Не знаю. Я вопросом о себе ответить не могу. В семье у меня никто не увлекается. Но вот так получилось. А что тебе конкретно нравится в футболе? Все. Игра, удары, настрой какой-то, энергия. Не знаю. К сожалению, девочки пока не спешат присоединяться к этому виду спорта. Но идея создания женской команды давно витает в умах футбольных идеологов Десногорска. У меня давно такое желание возникало. Ну, посмотрим сейчас, как получится. Тем более, я сейчас еще работаю в школе. И, возможно, будем пытаться создать команду девочек. Занятие спортом очень важно для воспитания здорового поколения. Поддержка родителей в этом вопросе имеет немаловажное значение. Турнир, посвященный Дню освобождения Смоленщины, – это очередной этап на пути по достижению этой цели. Его итоги еще только подводятся. Кто стал лучшим в этом году, вы узнаете в нашем следующем выпуске. Десногорск отметит День освобождения Смоленщины. 25 сентября в 10.00 на Кургане Славы состоится торжественный митинг с возложением венков и цветов к мемориалу. Продолжится праздник концертом «Родная сердцу Смоленская земля», который пройдет на открытой городской эстраде в 18.00. Здесь же десногорцы смогут принять участие и в акции «Знай свою историю». И в завершении выпуска новости «Росатома». 9,5 миллионов рублей направит госкорпорация на оказание помощи ветеранам, проживающим в закрытых атомных городах. На эти деньги будут закуплены различные физиотерапевтические приборы, инвалидные коляски, слуховые аппараты и другие средства реабилитации. Али Сергеевне Вороновой уже перевалила за 80. В годы войны она работала в колхозе и была награждена медалью за доблестный труд. Жизнь научила ее решать проблемы самостоятельно, но с возрастом это становится все труднее. У меня как раз сломался этот глюкометр, а чтобы купить его, ну пенсия одна, и все, мы же уже старые люди. В своевременная помощь пришла пожилой женщине из госкорпорации «Росатом» и фонда «Память поколений». В рамках совместной программы корпоративной и социальной ответственности Али Сергеевне, а также еще 62 ветеранам, проживающим в Сарове, вручили различные физиотерапевтические приборы и приспособления, слуховые аппараты и медикаменты. Вручили то, что помогает людям со слабленным здоровьем нормально себя чувствовать в обычной жизни. Душа радуется, что о нас помнит. Вот это самое главное, я считаю. Совместный проект «Росатома» и благотворительного фонда «Память поколений» предполагает оказание разносторонней помощи на сумму 9,5 миллионов рублей ветеранам, живущим в моногородах атомной отрасли. Вслед за Саровым представители фонда отправятся в Заречный, Удомлю, Железногорск, Северск и Балаково. Однако все те, кто уже получил помощь, не останутся без внимания и в дальнейшем. Я вас очень прошу, если можно, протезирование. На этой неделе вам позвоним, я постараюсь разрешить, так хорошо, потому что... А там все, вот это вот, как ты. Разреши. Разреши. Спасибо. Пожалуйста. Мы будем работать еще более обширно. Возможно, мы приедем с уже какой-то другой помощью. Кому-то будет нужна операция, кому-то протезирование. Будем смотреть по обстоятельствам, как бы по заявкам, отталкиваться от того, что нам пришло. На помощь ветеранам придут и современные технологии. В рамках проекта будет разработано специальное мобильное приложение, которое позволит любому желающему сделать пожертвование прямо с телефона для оказания помощи конкретному подопечному фонда. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Спасибо за внимание. До свидания.